Привет всем! Первая трансляция это Радислав Гондопас, автор этого аккаунта, а вот Михаил Кокин. Привет всем! Это аккаунт Михаила Кокина и это Радислав Гондопас. Мы ведем трансляцию одновременно на два канала, на канал Михаила Кокина и море Радислава Гондопаса. Мы сейчас в моем офисе, где мы проводим или готовимся, точнее, провести запись очередного подкаста. Возможно, вы следите за этими записями на специальной страничке ВКонтакте. Какой страничке ВКонтакте? Страничка ВКонтакте S, нижнее подчеркивание, Гондопас, если вы в браузере вводите. Ну и можно просто написать в поиске прямой линии с Радиславом Гондопасом, что, в общем, тоже вам позволит попасть на эту страницу. Раз в две недели мы записываем 30-40 минут подкаста. Это ответы на вопросы, которые присылают нам социальные сети. Михаил отбирает из них самые лучшие, интересные, актуальные. Мы записываем их в аудиоформате и в ближайшее время планируем записывать в видеоформате. Что уж там, мы прямо сейчас после вот этой прямой трансляции приступаем к записи первых видеоподкастов. Ну и, кстати, вы можете с нами первые несколько минут этой записи побыть в этой, скажем, аккровизированной студии, увидеть, как это делается, послушать ответы на вопросы. А если на вопросы, если вас такой формат, как подкаст, интересует в принципе, вы можете потом зайти на страничку, послушать его целиком, послушать передыдущие, кстати, выпуски. Там было много интересных, актуальных вопросов, отвечать на которые мне самому было интересно. Ну и подписаться на подкаст, получать его регулярно и ждать, когда мы станем записывать подкасты в видеоформате. Тогда мы будем лучше одеваться, причесываться, более лучше одеваться. И, может быть, небольшой макияж, чтобы лучше выглядеть в камере. Да. Между тем, канал на ютубе у нас уже есть. Называется он также из Гондопас. Вы тоже можете его найти. Сейчас там аудиоверсии наших подкастов, но через пару недель будут и видеоверсии. Давайте ответим на пару вопросов, если они есть. Поехали. Я не знаю, есть на что-нибудь на телефоне, там нет вопросов? Много вопросов. Вопросов много. А давайте посмотрим, что там за вопрос. Тут какая-то нерепица получается. То есть, идет трансляция. Вот у нас в студии есть оператор, который держит телефон. И есть штатив, который держит другой телефон. Но мы не можем видеть вопросы. Так это понятно. А в следующий раз мы сделаем, знаете, как мы делаем колл-про. Чтобы нужно было и читать, и смотреть. Да. Слушайте, если я справлюсь с перископом, я сильно хорошо о себе буду думать с того момента. Обязательно. Если хотите, давайте посмотрим, действительно. Да, давайте с моего аккаунта посмотрим. Основные вопросы. А я буду в кадре, чтобы был такой. А приветы и восторги. Приветы и восторги. А у меня есть приветы и восторги? Посмотрите, Дмитрий, пожалуйста. Везде есть приветы и восторги какие-то? Сердца. Сердцы. Спасибо. Отвечаю вам тем же. Тоже улыбаюсь вам. Тоже со всем сердцем. Я в свое время, когда начинал осваивать вебинары, это было тяжелее испытание. Мне было очень сложно работать не с живым человеком, а с вот железом, экраном. И я хотя бы мог видеть чат, но в перископе я и чата не вижу. Я вижу только яблочко на моем телефоне и пока не вижу больше ничего. Но со временем я обязуюсь освоить эту технологию и записывать более регулярно подкасты. У меня была идея сделать вам небольшую экскурсию по нашему новому офису, познакомить с новыми возможностями, которые возникли у нас в путешествиях. Делать включение. Это бывает интересно. Позавчера я вернулся из Лондона, где провел 4 дня, и это была деловая поездка. Мне в Лондон по делу срочно. И, к сожалению, я не вел оттуда трансляцию. Слишком был напряженный график этой поездки. А было бы интересно вам повидать тех ребят, которые живут в Лондоне, говорят по-русски из разных стран, между прочим, бывшего Советского Союза. Могли бы они передать вам привет, могли бы стать участником моей презентации книги, которая прошла там, в Лондоне. Но пока я этого не сделал, но в следующий раз обязуюсь сделать обязательно. Сегодня мы стартуем. Сегодня моя премьера в Перископе. У Михаила, так понимаю, не премьера совсем. Несколько трансляций я уже вел. Но главное, смотрите, у нас есть один вопрос, который пришел. Давайте на него ответим, раз уж мы до телефонов не можем нормально добраться. Вопрос довольно интересный, потому что он пришел в личные сообщения. И женщина, которая его задала. Она просила не называть ее имени. Это первый случай. И Пол. Просила не называть имя и Пол. Нет, Пол мы уже назвали. Нет, именно имя. И сейчас я открою этот вопрос. Вопрос, связанный с бизнесом, с довольно крупным. И бизнесом, который образовался и организовался в том числе за счет того, что советовал Радислав. Вот. Вопрос такой. Могу ли задать здесь вопрос? Надеюсь на то, что в подкасте не будет упоминаний моей фамилии. Окей. Никаких упоминаний, даже имени. Пару лет назад, пишет нам наша слушательница, она услышала идею призывать себя в армию. Вот эту вашу идею, которую мы уже обсуждали. Результаты порадовали. Бизнес пошел, две квартиры и вообще все здорово. Это фрагмент из тренинга, который называется Профессиональный личный уртетский алгоритм. Он существует в видео-версии, в живой версии. И там есть такая идея. Призови себя в армию. Кто слышал этот материал, тот знает о чем речь. Кто не слышал, тот может быть не любит. Причем здесь армия и так далее. Это метафорическое название определенного режима жизни, который позволяет очень быстро прорываться к реализации задуманного. Да, на какое-то время сконцентрировать все ресурсы на то, чтобы достичь поставленной цели. Так вот, у нашей слушательницы все получилось. Две квартиры, большой бизнес. Результаты прекрасные. Жизнь удалась. Но потом случился сбой, посчитанная. Даже не понимая, в чем дело, то, что работала, перестала. Доходы сократились и пугает вот что. Любимый подход Замолчи, работай лучше. Впервые не помог. Исключила все, кроме работы, но результативность продолжила падать. Дальше просела энергетика, а вместе с ней работоспособность. Бывали ли у вас кризисные ситуации, когда вы уходили в такой вот штопор? Если да, то как вы с ними справлялись? Пишет она дальше. Заранее спасибо. И дело в том, что мои партнеры, она пишет, тоже фанаты Радислава и вашего подкаста. И лучше не называйте мою фамилию. Как быть в такой ситуации? Хорошо. Хорошо, что две квартиры. Хорошо, что бизнес. Я очень внимательно слушал тексты и увидел такие вещи, как штопор, кризис. Вы интерпретируете, уважаемая инкогнито. Состояние ваше сейчас, как кризис и штопор. Искренне советую вам выбрать какую-нибудь другую трактовку, какую-нибудь другую лексику для того, чтобы обозначить положение, в котором вы находитесь. В свое время мне помогла метафора, которую рассказал один мой коллега. Называется так, лев готовится к прыжку. Когда лев сидит на карачках, у него три варианта. Либо он просто сидит, либо он делает то, о чем не говорят публично, либо он готовится к прыжку. И есть какая-то цель, которую мы просто не видим. Или он ожидает, что антилопа пойдет на водопой, и он сидит и ждет, когда она пойдет. Точно так же ваше состояние вы можете трактовать как штопор, как кризис, а можете это трактовать как временную трудность или закономерный этап развития. Прекрасная есть фраза «кризис – признак развивающейся системы». То есть стагнирующие системы в кризис не попадают никогда. Кризис в семье, кризис в профессии, кризис среднего возраста – это признак того, что вы как система, ваша компания или ваша семья находятся в стадии развития. Это кризис. Если вы переживаете кризис и штопор, ну штопор – это вниз, вы переживаете штопор, очевидно, у вас происходит развитие. Но вы не осознаете, не видите этого развития, вы видите – доходы падают, энергетика падает, мотивация падает, все падает, все валится, ничего как бы наверху нет. Кстати, когда рождается ребенок, у него тоже ощущение, что мир кончается, что это Армагеддон, конец света, рождение – бац, и выход на новый год. Если бы вы были на тренинге современной версии «Профессиональный личный успех, скриптейл и ритмы», вы узнали бы, что существует четыре этапа развития системы. Я их называю условно «малое несчастье», «малое счастье», «большое счастье» и «большое несчастье». Вот вы находитесь, очевидно, на этапе «большое несчастье», так называемое. Оно характеризуется определенными состояниями. Что в этой ситуации я рекомендую делать? Запускать новый проект. Как ни парадоксально, на падающих ресурсах, на пониженной энергетике запускать новый проект. Психика выделяет энергию под задачу. На четвертом этапе развития системы вам не найти новых источников внутри этого дела. Запускайте новый проект параллельно, не бросая старые. Снова появятся силы, снова появится вдохновение. Будет страшно, опасно. И это и создаст тот энергетическое поле, если угодно, в котором вы почувствуете прилив сил, снова мотивацию. И, возможно, доходы погибли сразу, но не в этом же суть. Главное – восстановить энергетику, доходы вернутся как побочный эффект. Диригируйте все, что можно диригировать. Те бизнес-процессы, которые у вас отлажены, не вызывают у вас сложности. Перепоручите людям, которые работают с вами в команде, поищите новую идею. Или, может быть, найдите ту идею, которая давно уже назрела, но никак не хватало времени реализовать. Запускайте, реализуйте, и дело сдвинется. Кстати, это может быть проект не обязательно в сфере бизнеса. Это может быть проект в общественной жизни, в хобби или связанный с личной жизнью. Не знаю, может, рождение ребенка или что-нибудь в этом духе. Ну и приходите на зрение «Профессиональный личный успех. Святые алгоритмы». Я дам эту систему так, что вы сможете ею пользоваться. Совершенно точно, безопасно и результативно. Я думаю, на этом все. Мы сделали короткую трансляцию. В телескопе трансляция должна быть короткой, поэтому мы простимся на этот раз. Но обещаем выйти в эфир. Еще. Еще и делать это регулярно. И анонсировать ранее. Спасибо. Спасибо. Выключаемся. А мы переходим к записи подкаста. Все правильно. Спасибо. Спасибо.